15 лет в колонии строгого режима и полмиллиарда штрафа. Справедливо? Не справедливо. Я хочу, надо всех вон там сверху садить на эти же 15 лет, а потом разбираться. Если судить, то судить нужно всех, кто виноват в тех или иных растратах, в тех или иных криминальных разборках. Я считаю, что это неправильно. Отыграться на одном человеке – это неверно. За убийство, за расчлененку дают 10 лет, а ему за недоказанное преступление 15. Строгача, ну не смешите меня, просто не угоден власти. Считаю, что справедливый, потому что в любом случае просто так людей не садят. И даже если обвинения против него выдвинутые не до конца сформулированы, то за что посадить всегда найдется, тем более главу города. Любое преступление должно иметь свои последствия и свое наказание. Ну а справедливо или нет, это уже не мне судить, не я судья. Да я бы все правительство пересажала, если честно. Справедливо, он очень много сделал для нашего города на самом деле. И как бы это наказание, полная чушь. Конечно нет, это неправедливо, я считаю, что нет. В общем-то он неплохой парень был, много делал для города. Что успел хорошего сделать Игорь Пушкарев во Владивостоке? Вы знаете, мне кажется, что он работал целенаправленно. Вот. И все дела, которые он делал, мне кажется, он делал правильно. Он очень много сделал для города хорошего. Во-первых, город был гораздо чище, дороги были лучше, а сейчас непонятно, что творится. Я считаю, что именно при Пушкареве у нас в городе появились, например, у меня ребенок получил путевку в детский сад без каких-то там денег бешеных, без очереди, без ничего. Там-то он вроде бы вообще не был мягкий, он всегда мог говорить, разговаривал со всеми, люди верили в него. Он очень много построил детских площадок, как бы, ну, благоустроил, как бы, много районов. И дороги строил, и люди его любили, и коммунальные платежи были более-менее нормальные для жителей. Какие ошибки были, что он плохого сделал для города? Я простой обыватель, я не знаю, что он там сделал плохого или неплохого. Возможно, кто-то недоволен его правлением. Я про него ничего плохого не могу сказать. Я лично про него негативных явлений не знаю. Говорить можно все, что хотите. Лично я ничего не могу сказать плохого. Я к нему относилась, я отношусь с уважением. Брусчатка перекладывалась много раз, и в те времена говорились, ну, блин, Пушкарев продвигает свою продукцию. Ну, со снегопадами там что-то вот, ну, это, в принципе, у всех. По всему городу развешаны были баннеры, в том плане то, что построим там 100 садиков, 50 больниц, 50 детских домов. А по факту построили 1, 2, 3, прошло какое-то значимое мероприятие для города, и обо всем этом забыли. Почему, как думаете, все-таки дали такой большой срок ему? Ну, может быть, показуха, может быть, в принципе, заслужил. Кому-то, с кем-то он не поделился. С Москвой не порадил. Мне кажется, это все равно, как-то куплена коррупция, что ли. Есть такая версия, что как бы там каким-то образом с Миклушевским связано, то есть там заказали, не заказали. А это на публику, чтобы люди видели, что вот мы не спим, мы ловим воров и сажаем их как бы. Делают вид, что они работают. Он пошел против власти, потому что он стал неугоден, где-то, возможно, не подчинился чему-то. Пошел наперекор, бился до конца.